Всем привет дорогие друзья! Как видите, теперь разоблачения не только на бойцов поп ММА выходят, но и на довольно популярных спортсменов. Буду и дальше расширять тематику канала, планирую вернуть обзоры на гуру мастеров единоборств, а также периодически разбирать не только бойцов, но и других зашкварных спортсменов. И одним из таких вот зашкварышей как раз таки является известный боец Хабиб Нурмагомедов, который как спортсмен может и хорош, но как человек явно нет. Вообще в последнее время с бойцами, которые причисляют себя к мусульманской общине, происходит какой-то караул. Нет, вы не подумайте, я не против какой-либо веры. Речь о том, что слишком много пиара среди тех бойцов, которые публично называют себя мусульманами. Я прекрасно понимаю, что конфликт Палестины и Израиля для многих мусульман это болезненная тема и многие люди не могут молча смотреть на происходящее. Но канал у нас в первую очередь о спорте. Если спортсмены и делают какие-то политические заявления, мы стараемся тут разбираться, насколько эти самые заявления близки к реальности. Меня часто многие обвиняют в политоте, но канал у меня такой. Я привык говорить правду и такие серьезные и важные темы я не намерен обходить стороной. И благодаря в том числе моим действиям широкой общественности стало предельно понятно, кто же такой этот Владимир Минеев и что он ряженый вояка и что он ни на какой войне никогда не было. И также стало известно и про Хамзата Чимаева, который еще неделю назад пообещал поехать в Палестину, если Дон-Дон оружие ему даст. Я прошу тебя ради Аллаха, дай мне оружие, чтобы я смог поехать в Палестину. Клянусь, я не рожден для того, чтобы тут в шортах драться. Чеченцы же знают, какое сердце у нас внутри. Если Падишах разрешит, я готов пойти умереть. Я не боюсь умереть за наших братьев, мусульман. Но до сих пор он никуда и не поехал. И, видимо, Кадыров не пустил. Правильно, а кому он еще будет так показушно Мерси дарить? И это я веду к тому, что я стараюсь доносить какую-то правду людям. Я стараюсь показывать, что многие бойцы делают те или иные политические заявления просто ради пиара. И очень странно, что многие люди этого не понимают. А мага Исмаилов на одном и том же интервью говорит о том, как ему жаль детей Палестины. И тут же в этом самом интервью шутит и хихикает. Он же вроде тоже обещал, что куда-то поедет воевать. Бред, если честно. Все какой-то пиар делают. Что-то прям коллективное помешательство или же коллективный пиар. К чему вся эта показуха? Вам же никто никогда не поверит, что вы поедете воевать. А Хасбек в этой ситуации вообще призывал сжечь отель, где, по его мнению, жили евреи. И многих, наверное, интересует, а как же там Хабиб? И что он думает обо всей этой ситуации? Естественно, позиция Хабиба пропалестинская. Но нас в этой ситуации волнует именно его недавнее высказывание касательно того, что произошло в Дагестане. Это важно для понимания того, что это вообще за человек такой и что у него за принципы. Вернее говоря, это важно для понимания того, что эти принципы у него просто отсутствуют. И Хабиб недавно высказался насчет происходящего в Дагестане. Насчет той ситуации, когда толпа вооруженных людей хотела устроить еврейский погром. К счастью, им этого сделать не удалось. И Хабиб стал оправдывать этих людей. Стал говорить о том, что, мол, не нужно применять к ним слишком жесткие меры. И также он обратился к главе республики. И говорил о том, что не следует этих людей сильно жестко наказывать. Мне вот интересно, почему Хабиб не обращался к главе республики, когда осенью прошлого года в самом разгаре была мобилизация жителей его региона. И многие эти жители выходили на протесты. У тех женщин, которые тогда выходили, у них было гораздо больше мужества, чем у Хабиба или, скажем, маги. И что Хабиб, что мага, они вообще ни слова не сказали обо всей этой ситуации. А Хабиб даже было закрыл на время комментарии в своем инстаграме. Потому что люди просто начали ему писать. Хабиб, ну скажи ты хотя бы пару слов. Что ты думаешь об этом? Какая вообще твоя позиция? Просто молчал и ничего не говорил. Я понимаю, что многие переживают за судьбу палестинцев. Но почему же тогда Хабиб не переживает за судьбу своего собственного народа? Среди жителей его региона немало мобилизованных. И некоторых из них уже нет в живых. Но Хабиба это как-то не колышет. Пускай умирают. До сих пор от него не прозвучало гнятной позиции касательно войны в Украине. Не прозвучало только по той причине, что Хабиб просто зассал. Да, именно так. Он не может прямо высказаться на этот счет, потому что боится потерять и деньги, и репутацию, и банально присесть. А про Палестину без проблем можно высказываться. Но по факту ему плевать и на Палестину, и на Дагестан. Хабиба интересует только собственный статус и деньги. Наш сегодняшний герой просто говорит то, что ему выгодно. Про войну в Украине было невыгодно высказываться, хотя там тоже гибли люди и в больших количествах. Кстати, Хабиб, глава твоего региона обвинил Украину в организации этой всей заварухи в Дагестане. Ты там поосторожней со словами. Говоришь, чтобы к протестующим не применяли жестких мер, а твой глава региона говорит, что это Украина их подговорила. Смотри, Хабибушка, а то еще за клевету закроют. Хабиб пытается выгораживать тех людей, которые готовы были просто убивать. А он еще вещает, что не применяли бы к ним жестких мер, потому что, мол, другие тоже будут бояться. Но тогда в этом и суть наказания, чтобы другие больше не хотели устраивать такие же погромы. То есть прямым текстом Хабиб так и говорит, ребята, вы красавцы, все сделали правильно, вы не должны сидеть в тюрьме, я за вас вступлюсь и мы все порешаем. Что это, если не оправдание этих всех вот действий? Кстати, оправдывать разного рода радикальные заварушки для него вообще не впервые. Хабиб уже как-то было три года назад зашкварился на одной истории, которая произошла во Франции, когда 18-летний беженец из Чечни убил своего учителя из-за религиозных мотивов, после чего был застрелен при задержании. Позиция официальных властей Франции была крайне отрицательной по отношению к этому убийце. И сам Макрон высказался негативно на этот счет, после чего Хабиба как будто бы прорвало. Он стал обвинять Макрона в том, что тот задевает чувства верующих. Вера это, конечно, сугубо дело каждого и в религиозные темы я никак совсем вмешиваться не хочу. Для меня в этой ситуации важен именно сам факт убийства. Убийство нельзя оправдывать ничем, кроме случаев самозащиты и несчастных случаев. Поэтому для меня абсолютно не важно, кто его совершил и какой он веры. Тут речь в том, что кто-то забрал чужую жизнь, а каждая человеческая жизнь, она сама по себе бесценна. Также для меня важно, что сам Хабиб это все берет и оправдывает, ровно как и оправдывает то, что произошло на днях в Дагестане. Это тот человек, у которого миллионная аудитория по всему миру. В том числе среди его аудитории много мусульман, для которых Хабиб своего рода пример крутого спортсмена. И он мотивирует тоже заниматься спортом. И когда такой вот спортсмен публично, на миллионную аудиторию оправдывает погромы, оправдывает убийства, я считаю, что об этом обязательно нужно говорить. И как я уже неоднократно сообщал в своих видео, хороший спортсмен это не всегда означает хороший человек. Это истина, которую я уже давно понял. Но многие люди этого так и не понимают. Индивид может быть крутым бойцом, а по жизни заниматься разбоями и за изнасилования присесть. Или же быть чемпионом UFC и оправдывать убийства и погромы. Как-то уж не совсем вяжется со словосочетанием «хороший человек». А на этом пока все. Ставь этому ролику свой атакуйшин. И кто не лайкнет, тот, конечно же, Ильяско-велосипедист. До новых встреч. У-у-у. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok